Рэп А еще расскажу, почему часть русских рэперов не настоящие Сейчас все быстренько я вам объясню На примере поколения Крэка Есть одноименный фильм Который рассказывает подробно о том, о чем я сейчас вам расскажу кратенько Поэтому настоятельно вам советую после этого ролика поставить лайк Рассказать всем друзьям про то, кто такой Сейн И потом идти смотреть эту документалочку Так вот, в Америке до сих пор существует огромное количество гетто Это бедный район, в котором зачастую живут люди, объединенные одной национальностью Или цветом кожи, или каким-то таким признаком, который не дает им социализоваться Вариантов выбраться из этой нищеты очень немного Работы нет, уехать куда-то в другое место тебя там могут не принять На что тебе жить там Да и ты сам, как правило, не имеешь какого-то образования, чтобы быть востребованным в других местах Что тебе остается? Продавать наркотики Однако есть полиция, очень много разных форм ограничений этого бизнеса В том числе законы, например, да И поэтому вариант, мягко сказать, не для всех Однако, конец прошлого века в Америке примечателен тем, что появляется новый наркотик Крэк Крэк, слово сленговое, по-другому его называли прессованный кокаин Или кокаин в камнях Фишка его была в том, что изобрел его какой-то чувак как раз-таки из бедных районов США Он научился смешивать кокаин с кучей другой херни так, чтобы он становился похожим на камешек и супер дешевым Кокаин в то время был супер дорогим, его употребляли только высшие слаи общества И поэтому не было никакой кокаиновой эпидемии вот в бедных районах, потому что они просто не могли его себе позволить И в итоге крэк распространялся под негласным слоганом Кокаин для нищих Как вы понимаете, изобретенный на улице наркотик не проходит каких-то медицинских проверок, там, тестов И о сохранности вашего здоровья или безглютеновой диете никто не заботится Да и, в общем-то, всем похуй было Уже только потом, спустя почти полтора года, станет известно, насколько крэк опасен для здоровья Насколько сильную зависимость он вызывает И только через полтора-два года мир увидит матерей, детей, отцов, стариков Которые уже продали все ради очередной дозы И теперь пустились в еще более низкие занятия, чтобы получить заветный камушек Но это все потом На моменте, когда крэк только набирает популярность Юные предприниматели из гетто, которым как бы терять нечего Они начинают его продавать Товар расходится отлично, опять же, из-за того, какую зависимость он вызывает И зачастую крокодилеры сами свой наркотик не юзают Поэтому остаются более-менее в сохранности Да даже если юзают, то как бы не активно У них ведь работа есть И у людей начинают появляться бабки И в итоге появилась очень интересная прослойка общества Люди, которые стали богатыми резко и без какой-либо подготовки То есть они всю жизнь жили в гетто и резко стали богатыми Они не были воспитаны в аристократической семье У них не было заложено в них никаких ценностей высшего общества и всего такого Они просто стали богатыми Примерно тогда зародилась вся рэперская атрибутика Огромные золотые цепи Одежда брендовая, на которой бренд написан просто вот максимально, просто везде И в итоге богатый черный, который обвешан просто разными брендами, шмотками, цепями Он не просто мажор и хвостун Он именно человек, который поднялся с низов И всем своим видом демонстрирует, откуда он и чего он добился То же самое они демонстрировали в музыке Как вы понимаете, далеко не каждый барыга одаренный музыкант Даже не каждый барыга рэпер Однако бывшие барыги, да и актуальные барыги Это единственные, кто согласился спонсировать рэпера в того времени Надо понимать, что это все-таки заря культуры Всем это все еще кажется, что какие-то нищие просто говорят, потому что петь не умеют И в итоге Крэг убивает одну часть Америки А другую часть Америки делает популярной для первой части Однако этим влияние Крэка не ограничивается Те эмси, которых спонсируют крэкодилеры Читают про то, что происходит у них на улицах В то время как вся политика, новости и прочие официальные источники Пытаются обходить проблему гетто, крэка, нищеты, безработицы, расизма стороной Реальные проблемы людей из гетто не затрагиваются А когда вся эта медиасфера добралась таки до крэка, они устроили жутчайшую истерию Крэкозависимые люди стали отличным пунктом в агитации каждого политика на выборах Да и в принципе политической гонке, которая в Америке не прекращается Люди, которые представления не имеют о том, что говорят, предлагали самые безумные реформы Знакомо, не так ли? Безумие закончилось на том, что крэк выделили из остальных наркотиков очень интересным соотношением 100 к 1 То есть, если у тебя находит 5 грамм любого наркотика, тебя судят как за 5 грамм любого наркотика А если у тебя находит 5 грамм крэка, тебя судят как за полкило крэка То есть, понимаете, маленький камешек в вашем кармане превращается в нормальную такие пару кирпичей Которые, естественно, дают очень нехилый тюремный срок И в итоге люди, которые продавали крэка из-за того, что они просто больше никак не могли заработать А хочется там и самому жить, и свою семью кормить Это не значит, что наркоторговля хорошая или плохая Наркоторговля получается, когда люди больше никак не могут заработать Это просто факт Я здесь ее не одобряю, не осуждаю Важно то, что она есть И если людям будет чем еще заняться, у них будет меньше стимулов продавать наркотики Все очень просто А подобные ограничения привели к тому, что люди сначала из-за своей бедности были вынуждены продавать крэка А после этого загремели в тюрьму на десяток лет И их жизнь как бы окончательно сломалась, и вы породили как бы гетто еще и в тюрьме А когда это гетто из тюрьмы выйдет, оно как бы усугубит состояние гетто Типа там, потому что вы там-то ничего не исправили, но в общем вы понимаете И все то, что я говорю сейчас, это произносили только рэперы в своих треках А к моменту начала политической истерии большая часть этих рэперов ударились прям в жесткую антинаркотическую пропаганду Если раньше они были популярны и стали они собственно популярны из-за того, что рассказывали, что на самом деле происходит на улицах То на момент вершины своей популярности они уже говорили своим братьям как раз, которые еще не поднялись о том, что Откажись от крэка, блять, не юзай всю эту хуйню, ты сдохнешь Типа смотри, я достиг и ты можешь то же самое Примерно вот об этом на самом деле рэп В итоге сейчас в Америке проблема крэка не больше, чем проблема с любым другим наркотиком Музыка как раз таки вышедшая из этих гетто сыграла очень важную роль в том, чтобы сохранить население Соединенных Штатов А предыдущий президент Америки Барак Обама сократил вот эту вот самую долю Теперь это не 100 к 1, а вроде 7 к 1 или 6 к 1 То есть понимаете, гораздо меньше И таким образом также сократились тюремные сроки И очень много, ну совершенно несправедливо осужденных в итоге были выпущены Или улучшены просто условия их жизни Понимаете, насколько это важно Теперь выходим из Америки и смотрим на это вот в общем Почему популярны эти рэперы? Потому что они осознают свою идентичность Люди без музыкального образования, без всяких таких скиллов, которые делали очень простую музыку Могли стать популярны только за счет того, какие они есть Этот стиль родился на улицах, сформировался на улицах И огромное количество чуваков учились читать на улице То есть просто типа тусили своими компашками и там всем это нравилось И таким образом это развивалось И их читка, и их собственный стиль, родившийся на улице И то, про что они читали, это их жизнь Вот эта вот штука, что типичный рэпер читает либо про то, как плохо было у него на районе Либо про то, как ему сейчас охуенно, потому что он богатый В этом и есть вся суть Весь смак, потому что это актуальная проблема для их общества Он идентичен и прекрасен именно в том, что вот у него свои уникальные проблемы Своё уникальное видение И таких вот целая общность И рэп в итоге завоевал планету То есть, ну, понимаете, его слушают на всех континентах Его теперь делают на всех континентах Именно потому, какой он уникальный Потому, какой он не похожий на все другие жанры И когда рэп только пришел в Россию Первое время все пытались просто его копировать Рэп времен Вити А.К. в основном абсурдный Потому что тебе какой-то русский парень читает про то, как у него херово на блоке Как у него ходят ниггеры со стволами А потом, как у него, блядь, золотые цепи, там, грилзы и вся эта херня То же, о чем говорили рэперы Как бы американские Только он сам, блядь, не американец Это все к нему не имеет никакого отношения А артист должен сознавать собственную идентичность Диктатор Юэви, ТГК, Кровосток в конце концов Хотя это больше поэзия Они осознают собственную идентичность Леголайз, дядя Женя, бабангида Все они прекрасно понимают, кто они, откуда они, куда они движутся Ну, в широком смысле И, исходя из этого, делают свое музло Это в первую очередь самоанализ И это направлено как бы от себя Что меня волнует как индивида К таким же индивидам, как я И очень многим моим подписчикам нравится КПСС, Слава И, ебать, вот оно Слава КПСС отлично осознает все то же самое Он, вот, Славу КПСС действительно можно приводить в пример Как русскую музыку Вот нашего промежутка времени Конечно, ну, естественно, не самую популярную Но он отлично отражает эпоху, в которой он живет И в этом плане просто аплодисменты стоят И вот эти люди настоящие русские рэперы А ребята типа Яникса И, ну, я не могу сейчас долго называть имена Потому что меня, они как бы, многие раздражают А я очень не хочу пускаться вот в то, чтобы называть говно говном В общем, из-за не особой развитости нашего сообщества Которое музыку воспринимает У нас нету и нормальной критики этой музыки И поэтому слишком мало людей хотят спросить у русского рэпера Который читает, блядь, про огромные черные задницы И вообще, в принципе, употребляет слово ниггер Типа зачем, блядь Никто не может у него спросить Типа чувак, ты что ебанутый, что ты делаешь Это же все фейк-шит Ты че, блядь И раз уж об этом заговорили Вот можно вопрос, пожалуйста Вот у меня умная замечательная аудитория Ответьте мне, моя умная замечательная аудитория Что, блядь, с лизером? Почему люди респектуют лизеру? Ему респектует Прусекин Он, типа, как-то Он там тусит с Little Big Family С людьми, которые прямо сейчас производят Охеренный качественный контент Самобытный А у лизера есть песня Пачка сигарет У человека, который, блядь, делает музыку в России Есть песня Пачка сигарет Кто самый популярный музыкант России? Вот кого знает вся Россия? Цой Нет таких других Высоцкий не такой популярный, блядь Какая-нибудь Кто угодно не такой, короче, популярный Как Цой Одна из самых популярных песен Цоя Пачка сигарет Цоевский припев Но если есть в кармане пачка сигарет Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день Припев лизера Пачка сигарет в моем кармане Заставляет жить меня этот день Ебать Я что, один это вижу? Я, блядь Нет, ну серьезно? Ну, то есть Это такой, типа, вольный кавер? Современный ремейк? Ну, так он хуже оригинала? Ну, в смысле Почему очень многие воспринимают лизера за нормального, самостоятельного артиста? Они, типа, не знают про эту песню? Они не знают про то, что происходило с его предыдущими песнями? И что они зачастую являются просто калькой с других, типа, западных артистов? Что происходит? Что, блядь, я упускаю? В чем гений лизера? Жду ответа в комментах Так вот, к всеми ролика То, о чем я говорю все это время Уже осознают очень большое количество артистов Например, тот же Ган Флад При всей своей неускульности и современности Читает про то, что у него пустые карманы Типа, я пустой, как мой кошель Ему не стыдно говорить о том, что он бедный Он как раз-таки играет на своей идентичности Вот эта вот безумная тема с чупа-чупсами И что он здоровается, чует Она мне вот не нравится Но огромное количество его фанатов обожают его именно за это Потому что это уникальная черта Это то, на чем должен играть артист Как бы на том, чем он является И что он вот может из себя представлять К сожалению, средний парень из России Не может представлять из себя негра из гетто в Соединенных Штатах Не может Может пародировать, да Но в действительности быть и делать творчество Исходя из того, к чему ты совсем не относишься Ну, к сожалению, нельзя В качестве интересной затравочки под конец Предлагаю вам представить себя продюсерами Что прямо сейчас у вас есть бабки и скил Чтобы продвинуть какого-нибудь артиста Вам нужно взять кого-нибудь маленького, не особо известного Однако как бы того, кто вот уже на пороге И уже точно может что-то выдать И провести его дальше по творческому пути В качестве площадки для того, откуда выбирать артистов Возьмем свежий сезон версусов Фрешблада Там все малоизвестные Там все как-то связаны уже с музлом Или хотя бы с написанием текстов И все имеют амбиции артиста Если вы будете выбирать и хотите прям заморочиться Вы можете возьмете там Пема, парагрина или типа того У которых там тяжелые текста И вы будете долго ебаться с тем, как же все это подать А если вы не хотите ебаться А хотите сделать звезду Вы возьмете Микси Сука, блядь У чувака есть образ Чувак сам по себе Чисто внешне Ебать аутентичный Че за хуйня И если бы я был продюсером Микси И мне кажется, если бы вы были его продюсером Вы бы просто орали Вот прям вешали, блядь, плакаты По всем местам, где он обитает Читай про свою жизнь Читай про свой район Читай про свои нынешние жизненные проблемы Читай про проблемы твоих чуваков с района Читай про то, чем ты сейчас живешь Он и так, блядь, шпала из Бурятии Которая сейчас вот выступает на всю страну Просто потому, что записала типа видос в тачке То есть, ну, понимаете, это его жизнь И без того интересно Интересная и уникальная Достаточно интересная и уникальная Для того, чтобы про нее он делал свое творчество А те треки, которые я слышал Это как раз-таки, скорее, пародия на Запад И вот ровно поэтому Микси не популярен Потому что он, ну, не осознает собственную идентичность Вот такие дела Если вы сами артист Обязательно осознавайте собственную идентичность Сделайте то, чем вы являетесь Однако, не оставляйте попыток Являться большим, чем вы и есть сейчас Ты знаешь, да, кнопку подписки Фи, Фидоса старые Ну, зачем вот мою мошонку надо было показывать Ну, пиздец, это позор на весь интернет Продолжение следует...